Беседа 16, 152, Деяние 7, 6. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Смотри, за сколько лет дано это обетование и каков образ обетования, тогда как не было ни жертвы, ни обрезания. Здесь Стефан показывает, что сам Бог попустил иудеям пострадать и что враги их не останутся без наказания. Но я сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте. Видишь ли, обещавший, даровавший землю, сперва попускает бедствие, так и теперь, обещав царствие, он попускает испытывать искушение. Если здесь, через 400 лет, свобода, то что удивительного, если не иначе бывает и с царствием. Бог, однако, исполнил свое обетование, и от продолжительного времени слово его не оказалось ложным, хотя они, иудеи, терпели нелегкое рабство. Стефан не останавливается на одних наказаниях их, но возвещает и о дарованных им благах. Этим, кажется мне, он напоминает им о полученных ими благодеяниях. И дал ему завет обрезания. По всем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день. И потом дальше прибавляет. И Иаков, Исаак родил Иакова, Иаков же двенадцать патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Но Бог был с ним. То же было и со Христом, так как Иосиф был прообразом его. Это, имея в виду, Стефана излагает вполне его историю. Они не могли ни в чем обвинить его, но дурно поступили с ним, когда он пришел к ним в пищу. Посмотри здесь. Так же обетование отдаленное. Но, несмотря на то, наконец исполняется. И избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил ее начальником над Египтом и над всем домом своим. Здесь он показывает, что они сами того не зная содействовали исполнению пророчества, и сами были и виновниками того, а бедствия обратились на них самих. И дал ему благодать, и это перед старем языческим, рабу и пленнику. Его братья продали, а тот почтил. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и хананскую. И отцы наши не находили пропитания. И якобы, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим и известен стал фараону род Иосифов. Они пришли купить хлеба и имели в нем нужду. Что же он? Он не только в этой нужде проявил им человеколюбие, но объявил о том фараону и переселил их туда. И якобы же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. Иосиф, послав, призвал отца своего Якова и все родство свое семьдесят пять душ. Яков перешел в Египет и скончался сам, и отцы наши. И перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценой из серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере, как приближалось время и исполнится обетование, которым клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, пока восстал иной царь. Который и знал Иосифа. Еще новая неожиданность. Первая – гол, вторая – та, что они впали в руки брата, а третья – та, что царь издал повеление умерщвлять потомков их, и однако они спаслись от всего этого. Показав в этом премудрость Божию, Стефан говорит далее. Стих двадцатый И в это время родился Моисей и был угоден Богу. Если удивительно, что Иосиф был предан братьями, то еще более удивительно, что царь воспитал того, кто впоследствии не спроверг царство его, воспитал сам, долженствовавший погибнуть от него. Видишь ли, как в Писании почти везде предизображается воскресение мертвых. Подлинно не все равно, совершается ли что-нибудь от самого Бога, или происходит от воли человеческой. А это произошло не от воли человеческой. И Бог, говорит, сопутствовал в словах и делах Ему. Он был силен. Этими словами выражается, что Он был их избавитель, а они неблагодарны к благодетелю. Как тогда братья были избавлены пострадавшим Иосифом, так и теперь они избавлены пострадавшим, то есть Моисеем. Что из того, если они не умертвили его самым делом? Они, подобно тем, умертвили его словом. Те продали Иосифа из своей страны в другую, чужую, а эти изгоняют Моисея из страны чужой в чужую, там принесшего пищу, а здесь руководившего их к Богу. Так и в этих событиях открывается справедливость, сказанного Гамалиилом. Если от Бога это дело, то вы не можете разорить его. Ты же, видя, как гонимые бывают виновниками спасения гонителей, удивляйся премудрости и разуму Божию. Если бы первые не были гонимы, то последние не спаслись бы. Настал голод, и они не погибли. И не только не погибли, но были спасены тем самым, кого хотели погубить. Вышло царское повеление и не истребило их. Но тогда более и умножались они, когда умер царь, знавший их. Они хотели погубить своего избавителя и не имели в этом успеха. 154. Видишь ли, как через то самое, чем дьявол старался сделать тщетным обетование Божие, оно еще более исполнялось. Тогда-то и следовало им сказать, что Бог премудр и силен извести нас оттуда. Премудрость Божия в том особенно открылась, что и среди гонений народ умножался, будучи порабощен, озлобляем и умерщвляем. Так велика сила обетования. Ведь если бы они умножились в своей стране, то это было бы не столь удивительно. И немалое время они жили с чужой 400 лет, отсюда мы узнаем, сколь велико они обнаружили любомудрия, потому что египтяне обращались с ними не как господа с рабами, но как враги и притеснители. Поэтому Бог и предсказал им, что они получат совершенную свободу. Это именно означает слова. Будут служить, а после сего выйдут. И при том не без наказания врагов. И смотри, как он по-видимому. Патриархами он называет праотцев, так как иудеи и ими много гордились. А с другой стороны показывают этим, что и святые не были свободны от скорбей, но и среди скорбей получали помощь. Они же не только не облегчали их скорбей, но еще содействовали врагам их, тогда как должны были бы напротив прекращать эти скорби. Как те сделали Иосифа очень знаменитым, продавший его, так и царь Моисея, повелев умерщвлять младенцев. Если бы он не повелел этого, то и того не было бы. И посмотри на действия промысла Божия. Тот изгоняет Моисея, а Бог, устрояя будущее, не препятствует этому, чтобы он там сделался достойным божественного видения, так и проданного в рабство делает правителем там, где почитали его рабом. Как Иосиф делается правителем там, куда его продали, так и Христос являет силу в смерти. И это не было только знаком чести, но следствием собственного его могущества. Заметь, что не в течение стольких лет Бог умножал их, но когда уже имел приблизиться конец, хотя всего они прожили в Египте 400 и более лет, это-то и удивительно. Сей, ухищряясь, говорит, против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. Словами зло умышлял, показывает на тайное убийство. Царь не хотел убивать их явно, для выражения этого он и прибавил, чтобы извергали младенцев. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. Еще не было нигде ни храма, ни жертвоприношения, хотя уже совершилось столько действий и промысла Божия, и был он воспитан в доме языческом. Но лучшим был Моисей и всей мудрости египетской был силен в словах и делах. Меня удивляет то, как он, живя там сорок лет, не был узнан по обрезанию, а еще более, как и он, и Осип, живя в безопасности, не заботились о себе самих, чтобы спасти других. Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов израилевых, и, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбляемого, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог ругою его дает им спасение, но они не поняли. Заметь, Стефан доселе не делается нестерпимым для слушателей своих, но когда говорит это, они продолжают слушать его, так увлекла их благодать на лице его. Меньшим, говорит, братьям своим, думая, помочь. Хотя защита была оказана на самом деле, и здесь не нужно было рассуждать. Но при всем том, они не поняли. Видишь ли, как кротко он беседует, и как показав гнев Моисея на одного, выражает и кротость его в отношении к другому. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, вы, братья, зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? В том же духе и почти то же они говорили и против Христа. Нет у нас царя, кроме кесаря. Так обычно всегда поступали иудеи, даже и когда получали благодеяние. Видел ли ты их безумие? Того, кто имел избавить их, они укоряют. От тих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадианской, где родились от него два сына. Убежал, но и бегство не воспрепятствовало домостроительству Божию, равно как и угрожавшая ему смерть. По исполнению сорока лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. 156. Видишь ли, как это домостроительство не останавливается временем. Когда он был беглецом и странником, когда уже много времени провел в чужой стране и имел уже двоих детей, когда уже и не надеялся возвращаться оттуда, тогда является ему ангел. Ангелом, равно как иногда и человеком. Писание называет Сына Божия. И где является? В пустыне, а не в храме. Видишь ли, какие совершаются чудеса, и еще нигде не было ни храма, ни жертвоприношения. И здесь, в пустыне, является непросто, но в купине. Моисей, увидев, удивился визенью, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз. Вот он удостоился и голоса. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Моисей объят и трепетом не смел смотреть. Этим Стефан выражает не только то, что явившийся Моисей ангел был великого совета ангел, но показывает и человеколюбие, какое Бог проявляет в этом видении. «И сказал ему Господь, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая, храма нет, и однако это место свято от явления и действия Христова. Оно даже чудеснее места во святом святых, потому что здесь Бог никогда не являлся таким образом, и Моисей никогда не был так объят трепетом. Видел ли ты человеколюбие Божие? Посмотри затем и на промышление его. «Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стинание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Посмотри, как Стефан показывает, что Бог руководил их и благодеяниями, и наказаниями, и чудесами, а они остались теми же. Отсюда мы узнаем, что Бог везде сущ. Слыша это, будем и мы прибегать к Нему в скорбях. И стинание их, говорит, услышал. Не просто, говорит, услышал, но по причине их страдания. Если же кто спросит, для чего Бог допустил им так страдать, тот пусть знает, что всякий праведник, в особенности за страдания, бывает удостаиваем наград. Или для того он попустил им страдать, чтобы и свою силу явить через это во всем свете, и их этими страданиями научить во всем любомудрствовать. Посмотри, когда они были в пустыне, тогда не только они остыли, утолстели, расширели, но и отступили от Бога. Второзаконие 32.15. Беззаботная жизнь, возлюбленные, всегда есть зло. Потому и вначале Бог говорил Адаму, в поте лица твоей будешь есть хлеб твой. Итак, чтобы они вместо великих страданий, пользуясь беззаботной жизнью, не сделали спорочными, он попускает им претерпевать скорби. Скорбь есть великое благо. А что скорбь благо? Послушай Давида, который говорит, благо мне, что я пострадал. Если же скорбь есть великое благо для мужей великих и чудных, то тем более для нас. Если хотите, рассмотрим эту скорбь и саму по себе. Представим, что кто-нибудь чрезмерно радуется, веселится и заливается смехом. Что безобразнее, что безумнее этого? Другой кто-нибудь пусть печалится и скорбит, что любомудрее этого. Поэтому и премудрый внушает, благо лучше ходить в дом плача, нежели в дом пира и Крисяса 7.3. Может быть, вы смеетесь над этими словами? Но вспомним, каков был Адам в раю и каков после того, каков был Каин прежде убийства и каков после. Душа веселящегося не остается на своем месте, но как бы каким ветром увлекается удовольствием, становится легкомысленной и не имеет ничего твердого. Она бывает легка на вымыслы, скоро на обещания и великая в ней буря помыслов. Отсюда неуместный смех, безотчетная веселость, излишний поток речей и большое пустословие. Но что я говорю о прочих? Представим кого-нибудь из святых и посмотрим, каков он был среди удовольствия и каков, в свою очередь, во время печали. Посмотрим, если хотите, на Давида. Когда он жил в удовольствии и радости по причине множества трофеев, побед, венцов, роскоши и самоуверенности, тогда посмотри, что он сказал и сделал. Я сказал в обилии моем, не поколеблюсь. Когда же находился в скорби, то послушай, что он говорит. Если бы я так сказал, то неблагоден был бы перед тобою. Да сотворит мне по благу предачами своими. 2 Сарф 15, 26. Что любомудрее этих слов? Пусть будет так, говорит, как угодно Богу. Так же и Саулу он говорил, если Бог поощряет тебя на меня, да будет благовонной жертва твоя. Когда был в скорби, тогда щадил даже врагов, а после того ни друзей, ни тех, которые ничем не оскорбляли его. Иаков, когда был в скорби, говорил, если дать мне, Господь, хлеб есть и одежду одеться. И сын Ноя прежде ничего такого не сделал, а когда уверился в безопасности от потопа, тогда слышишь, как оказался дерзок. Бытие 9, 22. Иезекия, когда был в скорби, посмотри, что делал для своего спасения. Облегся в рубище, сидел на земле. Когда же стал жить в удовольствиях, тогда пал с высоты сердца своего. Поэтому и Моисей увещевает, едущий и пьющий, и насытившись, да не забудешь Господа Бога твоего. Старозакония 6, 11. Потому что путь удовольствий скользок и ведет к забвению Бога. Когда израильтяне были в скорби, тогда боли и боли умножались. А когда Бог избавил их, тогда все погибли. Но для чего я привожу примеры древних? Обратимся, если угодно, к себе самим. Из нас очень многие, когда благоденствие бывает надменными, врагами для всех, гневливыми, пока имеют власть. А когда она отнята, от них кто делается кроткими, смиренными, тихими, и приходит в сознание собственной природы. А что это так, подтверждает и Давид, говоря, удержи их, гордыни их до конца, и выйдет, как истуха, неправда их. Солом 72, 6. Это я говорю для того, чтобы мы не домогались удовольствием всеми средствами. Как же, скажет Павел, говорит, радуйтесь всегда. Он не просто сказал радуйтесь, но прибавил в Господи, филиппийцам 4, 4, 158. Это самая высокая радость. Ею радовались апостолы. Это радость, приносящая пользу. Она имеет свое начало, корень, основание в узах, в бичеваниях, в гонениях, в худой молве и вообще в предметах скорбных. Но конец ее вожделенной. Радость же мирская, напротив, начинается удовольствием, а оканчивается скорбью. Я не возбраняю радоваться о Господе, но даже особенно убеждаю к тому. Апостолы были бичуемы и радовались, были связываемы и благодарили, были побиваемы камнями и проповедовали. Такой радости желаю и я. Она берет свое начало не от чего-нибудь чувственного, а от предметов духовных. Невозможно, чтобы радующийся по-мирскому радовался вместе и о Боге. Всякие радующиеся по-мирскому радуются богатству, роскоши, славе, могуществу, почестям. А радующиеся о Боге радуются бесчестью ради его, бедности, нестяжательности, пощению, смиренно-мудрию. Видишь ли, как противоположны их предметы? Кто здесь не имеет радости, тот чужд и скорби духовные. А кто здесь не имеет скорби, тот чужд и радости о Боге. Несомненно, эти предметы доставляют истинную радость. А те носят только одно имя радости, в сущности же составляет скорбь. Сколько скорбей имеет человек высокомерный, как он терзает сам себя от гордости, выдумывая себе тысячи оскорблений, питая в себе великую ненависть, сильную вражду, большую зависть и крайнее недоброжелательство. Если оскорбил его кто-нибудь из высших, его он досадует. Если он еще не возвысился над всеми, терзается. Напротив, человек смиренный, наслаждается великим удовольствием, не ожидая почести ни от кого. Если ему оказывают честь, он радуется. Если не оказывают, он не скорбит, но даже любит то, что ему не воздали почести. Таким образом, не искать почести и получать их, это великое удовольствие. А у того, наоборот, он ищет почести и не получает их, и радуется почестям неодинаково, ищущие их и не ищущие. Первый, сколько бы не получал, думает, что ничего не получил. А последний, хотя и немного окажешь ему, принимает так, как если бы все получил. Даже человек, живущий в роскоши, имеет множество богатства, а приобретения текут к нему легко, как бы из источника. Но он страшится бедствий, происходящих от роскоши и неизвестности будущего. А тот, кто приучил себя к скромному образу жизни, всегда спокоен, наслаждается удовольствием. Не столько огорчает его то, что он не имеет расхожного стола, сколько услаждает то, что он не страшится неизвестности будущего. Всякому известно, сколько бедствий происходит от роскоши. Но необходимо сказать об этом и теперь. От ней сугубая брань, то есть и тела, и души, сугубая буря, сугубые болезни. И при том болезни неисцельные, сопровождающиеся великими несчастьями. Но не таковы плоды умеренности. От ней сугубое здоровье, сугубое благо. Сон здоровый, говорит Премудрый, у человека при умеренном питании. Сирах 31, 22. Умеренность всюду вожделенна, а не умеренность напротив. Например, положи на малую искру, большую связку дров, и ты увидишь уже не светлый огонь, а только дым, весьма неприятный. Возложи на человека очень сильного и большого, тяжесть, превышающую силы его, не увидевшего вместе с ношью, поверженным и лежащим на земле. Навали слишком много груза на корабль и причинишь страшное кораблекрушение. Таковы плоды и роскоши. Как на кораблях, слишком нагруженных, происходит большое смятение пассажиров, когда и кормщие, и сидящие на корме, и прочие плывущие на нем начнут бросать в море все и сверху, и снизу, так и здесь. Извергают и вверх, и вниз, и среди терзаний погибают. А что все постыднее, самые уста исполняют дело задних частей, и даже делают срамнее их. Если же в таком срамном состоянии уста, то представь, каково на душе. Там все мрак, все буря, все тьма, большая смутность в мыслях, метущихся беспокойно и тяжко, и сама душа вопьет от стеснения. Тогда и сами чревоугодники обвиняют друг друга, досадуют, и спешат извергнуть внутреннюю чистоту. Однако и по извержении буря не прекращается, но являются горячки и другие болезни. Так скажешь, подвергаются болезням и сраму. Но напрасно описывать это и исчислять нам болезни. Бываю болен я, страдаю я, подвергаюсь сраму я, которую не имею, что есть. А эти, живущие в роскоши, как и ишь, благодушествуют, цветут здоровьем, веселятся и катаются на конях. Увы, такие слова достойны слез. А кого, скажи мне, видим мы сражающими подагрой, носимыми на носилках, обвязанными? А если бы они не считали для себя обидным и не приняли слов моих за оскорбления, то я мог бы назвать их по именам. Но если такие, скажешь, которые остаются и здоровыми, это потому, что они не предаются одним удовольствием, но занимаются и трудами. Укажи мне хотя одного человека, который постоянно угождает чреву, лежа в бездействии, нисколько не трудясь, был бы здоров. Ты не найдешь такого человека. Хотя бы собрались тысячи врачей, и они не в состоянии избавить от болезни того, кто постоянно присущается, потому что это противно свойству самого дела. А я предложу вам врачебное наставление. Не все то, что принимается в чрево, обращается в пищу, потому что и в самом существе пищи не все питательно. Есть в ней часть, поступающая на извержение, а другая на питание. Поэтому кто приняв ее в меру, даст ей совершенно перевариться, тем это и делается. Она достигает своего назначения, все здорово и полезно занимает свое место. А излишне бесполезно отделяется и извергается. Если же она принята через меру, тогда и то, что в ней есть питательного, становится вредным. Чтобы яснее раскрыть вам это, представим пример следующий. В хлебе есть крупчатка, мука и отруби. Если в жернов насыплешь столько, сколько он может смолоть, то он отделяет все это. А если насыплешь больше, то все перемешивается. Также вино. Если будет иметь надлежащее приготовление и благовременное брожение, то в нем все равно бывает все нераздельно, а потом одно обращается в дрожжи, другое в пену, а иное делается напитком, усладительным для употребляющих его. Это последнее бывает полезно и нескоро портится. Тогда как сначала не было ни вина, ни дрожжей, но все было смешано. Тоже можно видеть и на море во время сильной бури. Как тогда мы видим, что рыбы плавают по поверхности мертвыми, не будучи в состоянии укрыться от стужи в глубине, так бывает и с нами. Когда низвергнется на нас сильный дождь присущения, все возмущающее, когда производит то, что наши мысли, да то ли бывшие здравыми и спокойными, плавают как бы мертвыми на поверхности души нашей. Итак, научившись этими примерами, как велик вред от присущения, перестанем ублажать тех, которых следовало бы считать несчастными и оплакивать себя за то, за что следовало бы назвать блаженными и возлюбим умеренность. Или вы не знаете из речения врачей, что скудость мать здоровья? Я же скажу, что скудость есть мать здоровья не только телесного, но и душевного. Тоже внушает и Павел, этот истинный врач, когда говорит, имея пищу и одеяние, будем довольны. Будем же послушны ему, чтобы нам здоровыми делать то, что должно делать во Христе Иисусе Господе нашем, в котором отцу со святым духом слава и держава, честь, ныне и пристно и во веки веков. Аминь.